Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны чистые сердцем. Многие верующие этот стих знают наизусть. И при всем этом многие могут потерять это блаженство. Не зря нам Нагорная проповедь оставила вот эти блаженства, перечисленные в пятой главе, чтобы когда мы теряемся на пустынях этого мира, или охладеваем в любви к Господу, или, может быть, погружаемся в заботу, в суету, Господь нам через эти блаженства напоминает выход, где мы можем найти покой в душе своей, как мы можем восстановить правильное общение с Богом, как мы можем упорядочить в сердце своем все дела свои. И вот этот стих как раз говорит «блаженны чистые сердца». Вот это блаженство, оно не умаляет другие, но как бы идет на особым счету, потому что это блаженство приводит нас в общение с Богом. Многие могут потерять общение с Богом по разным причинам. И одна из причин может быть именно такая – загрязнение сердца человеческого. «Весь мир лежит во зле». Испачкаться духовно может каждый сегодня. Да и мы, в общем-то, не застрахованы. Где-то можем не пободрствовать, ошибиться, дать место лукавому в том или ином вопросе. И вот чтобы исправить это положение, Писание говорит «блаженны чистые сердца». «Блаженны» – то есть высшая стадия, высшая форма счастья. Господь этим напоминает нам стихом, чтобы мы вернулись к этому блаженству, не теряли этого блаженства. Кто имеет это блаженство? Слава Богу! Писание напоминает, чтобы мы держались этого дальше блаженства, потому что таковые Бога увидят. Увидят его в Священном Писании, увидят его в обстоятельствах жизни. Им не надо будет объяснять. У них есть навык водительства Божьего. Они блажены. Братья и сестры, вопрос очищения – это вопрос серьезный. И вообще вопрос очищения – это не то, что какое-то единичное действие, разовое действие, законченное. Это процесс всей нашей жизни. Господь хочет, чтобы мы очищались, освящались. Слово «святое» означает «отделенный для Бога». И в процессе своей жизни мы будем освящаться и очищаться. Но будем – это при нашем согласии. Кто-то не очищается и не освящается. И перед собой этот вопрос даже не ставят. И во многих религиозных течениях доктрина об очищении и освящении вообще не заложена. Особенно в учении кальвинизма. Как ты не живи, но если ты избран спасением, все равно ты спасешься. Поэтому там очищение не примется. Но мы знаем в Священном Писании, с первой страницы Библии, что можно иметь близкое общение с Богом, как Адам с Евой, но можно где-то и потерять, если человек не бодрствует. Поэтому у человека возникает необходимость бодрствовать, проверять себя. Сафония 2.1 там написано «Исследуйте себя внимательно». И когда мы подходим к вопросу чистоты сердца, здесь надо исследовать себя внимательно. Очищение, оно может быть на уровне человека, повседневное. Мы каждый день вправе себя проверять, как мы ходим пред Богом. Может быть очищение семьи, может быть очищение группы людей, там молодежь или хор это и так далее. А есть очищение всей церкви. Мы в Ветхом Завете кое-где встречаем такие примеры, когда было очищение народа Божьего. То есть такое общее служение, где подключались все к этой цели. Может у кого-то другие были нужны, но призывы вождей израильских было «Давайте очищать народ Божий». И все вместе к этому подключались, все вместе об этом молились. Внимание и внутренний помысел были сосредоточены именно на этом – угодить Богу. Господь хочет иметь дело с чистым сердцем. Через грехи мы удаляемся от Бога, через исповедание грехов мы наоборот обретаем доступ к Богу. И вот Писание для нас напоминает это блаженство из древности – блаженное и чистое сердце. Простое это напоминание, я уже говорил, которое мы иногда наизусть говорим, но надо испытать и вкусить это блаженство. Братья и сестры, конечно, бывает такое состояние, что мы это блаженство задерживаем, уклоняемся от этого блаженства по разным причинам. Здесь может быть очень много причин. Кого-то устраивает такая жизнь, полумирская, наполовину общение с Богом, полуправда, полусвятость, что такое срединчатое. Кого-то это устраивает, кто-то себя чем-то успокаивает. Да у меня такие обстоятельства жизни, мне жизнь диктует так поступать, да я не хочу выделяться из общей массы. Но хотелось подчеркнуть важную деталь, что, друзья, очищение нужно не то, что это служители призвали, очищение ради очищения, или это, ну, просто желание служителя. Друзья, очищение – это желание Бога. Очищаться и освящаться – это воля Божья. И это делать надо исключительно ради нашего спасения. Это надо делать исключительно ради нашего духовного состояния. Ради Господа это надо делать. Мы иногда боимся попросить у кого-то прощения, стесняемся, неудобно, неуместно. И бывает просто нежелание примириться. И беседуешь так с душой, говоришь, смытаешь по рассуждению, вроде бы прав человек. Все аргументы на его стороне. Единственный только аргумент приходится применять. Дорогая душа, может быть так и есть, как ты рассказываешь, но ради Иисуса Христа пойди попроси прощения. Многое, что мы, может быть, по-человечески не должны делать, нас к этому никто и не обяжет. Но ради Христа мы это делаем. Ради Христа оставляются домы, земли. Ради Христа оставляются семьи. И в Новом Завете эта мысль четко проводится. Ради Христа мы иногда делаем то, что так бы и не сделали. Но ради Иисуса Христа это надо сделать. Поэтому вот очищение церкви это ради Иисуса Христа, во имя Христа Господь это желает. Друзья, очищение церкви, я бы еще так это назвал, это, ну, как поток. Вот. Мы предложим вам и молиться, и поститься, и сами будем. Вот. Для того, чтобы в очищении Господь действовал. И цель служителей церкви, как бы, через Слово Божие, народ Божий вести в этот поток. Кто войдет в этот поток, друзья, он увидит красоту, прелесть чистого сердца. Он пожелает иметь это блаженство. Но будут те, которые, наверное, скажут, а что это я буду ходить в этот поток? У меня, в общем-то, и так все нормально. Возможно, кто-то такие найдутся. Хотя, может быть, это нежелательно. Так вот, хорошо войти в поток очищения. На первый взгляд, может показаться, друзья, вроде бы и не в чем нам очищаться. Давно верующие, все устроено. Но если мы внимательно и строго к себе подойдем, подойдем строго так, как мы иногда строго к ближнему своему подходим. Бывает, мы очень строгие к окружающим и снисходительны к себе. А вот Господь нас хочет направить в другое русло. Быть строгим к себе и снисходительным к окружающим. Поэтому очищение – это не просто чистка друг друга. Вот я накопил на брата обид, но теперь-то уж я на очищении с ним разберусь. Уж я-то теперь ему вдоволь выскажу, да еще при всех. Друзья, очищение – это прежде всего посмотреть на свое сердце. В очищении все внимание сосредоточить на себе. Господи, а какой я? Неважно, сколько лет я христианин, когда я обратился, красочный мой путь был к Богу, или через трудности и препятствия. Ну, а сейчас кто я? Господи, вот так вот посмотреть и все помыслы направить, чтобы Господь очистил нас. В одном месте было очищение, и вот одна сестра несколько раз подходила беседовать. Ну, уже так, слушаем ее и говорим, сестра, да уже, наверное, все у тебя чисто. Что ты еще ищешь? Нет, братья. Я вот еще. Так она что, вспомнила грехи? С кем она поссорилась среди дальних родственников? Она их уже по нескольку лет не видела. Кто-то переехал. Она пошла, стала искать их адрес. Пришла, немало их удивив. Говорит, вы меня простите, вы помните тот случай? Мы-то ее по-человечески к этому не направляли. Да мы и не знали всех ее дел. Ее Дух Святой стал обличать. Написано, ищи мира, ищи мира. Вот это очищение, оно как раз побуждает нас находить в состоянии поиска. Я хочу искать мира. Я желаю чистого сердца. И я буду в этом устремлении находиться. Здесь уже не надо будет подталкивать. Хотя будут и такие грани, которые сами мы не рассмотрим. Нам церковь укажет. Я вот читал за один парк. В Японии есть необычный парк. Значит, как я по описанию представляю, вам попытаюсь передать. Значит, в этом парке есть, ну, такая примечательность. Квадрат или прямоугольник из песка сделан. Правильной формы. И вот, как бы сказать, на площади вот этого прямоугольника расположено 16 камней. Таких природных камней. Большой, поменьше, как булыжник. 16. И вот, если любой человек зайдет на площадь вот этого прямоугольника и, стоя на одном месте, начнет считать эти камни, он всегда будет насчитывать только 15. Если будет ходить по площади этой считать, всегда будет 16. Или сверху как-то приподняться. Их действительно 16. Но некто их так расположил, что, стоя в любой точке этого квадрата, один камень будет прикрываться другим. И ты всегда один не будешь видеть. В любую точку переместись, где-то какой-то камень прикроется. И вокруг себя 15. И вот, друзья, в очищении такое бывает. Мы себя проверяем, тщательно исследуем. Вокруг себя вот так повернулись, все вроде проверили, все сферы своей жизни, все вроде, слава Господу. Вот тот камушек нашли, тот нехороший камушек, там время сняли, а какой-то и не заметили, что-то прикрылось. Так, друзья, Господь создал церковь. Я создам церковь мою. И в этом случае церковь поможет. То есть со стороны подскажет. Брат, вот ты в этом признался, сестра, вот тут ты увидел, но у тебя еще вот это есть. Поэтому, дорогая душа, прими и вот здесь исправься. Вот. Человек этого не разглядел, церковь подскажет. И вот так, знаете, идет очищение. Оно в нашей жизни, оно так и получается. Вообще цель очищения – это подвести, Бог хочет подвести человека к суду над собой. Если я не намерен судить себя, бесполезно, очищение не получится. Какие бы громкие молитвы и призывы не были, очищение не получится. Человек должен желать осудить себя. Господь к этому подведет. Даже если вскроются такие грехи, которые потребуют в церковном взыскании наказания, и в этих церковных взысканиях цель только одна будет – привести человека к суду над собой, чтобы он осудил свое греховное. Будут, возможно, и такие грехи бывают, в котором не только человек, вся церковь должна осудить этот грех. Признать, что это нечистота, что это от мира сего, от лукавого, что это идет с преисподней, но имеет место, когда церковь осуждает, друзья, искренне, правильно основное описание, все место греху не остается. Дальше только надо будет бодрствовать, потому что церкви дано право связывать, развязывать. Церковь руководится Духом Святым, который, безусловно, ведет в сердечной чистоте. Мне вкратце хотелось подчеркнуть некоторые особенности очищения, чтобы во время очищения избежать формы. Вот. на некоторые моменты посмотреть, что для нас такое очищение. Вообще, для человека в жизни духовное очищение. Ну, во-первых, чтобы достигнуть чистого сердца и вкусить блаженство, в очищении всегда участвуют две стороны. Это сторона Божья, а вторая сторона человеческая. Первая сторона, это 50-й Псалон, 12-й стих, так написано, «Сердце чистое сотвори во мне». Кто? Боже. Бог участвует в очищении. Господи, Ты сотвори сердце чистое. Без Бога мы не сделаем сами, друзья, чистое сердце. Обязательно должен участвовать Бог. К Нему нужно обратиться. Его действования должны быть. Его обличение, Его свет должен проникнуть в нас. Только Его свет может действительно высветить то мелкое, ничтожное, что может быть скрыто. Только Божий свет. Поэтому Давид и обращается. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Просьба человека к святому Богу. Второе место мы читаем. Второе послание Коринфянам, 7-я глава, 1-й стих. «Итак, возлюбленный, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Вторая сторона человеческая. «Очистим себя». Призыв. «Имея обетование». Если бы мы обетования не имели, да не очищали бы мы себя. Но мы имеем обетование. Для нас это преимущество. Обетование будущего. Неба. И чтобы это небо достигнуть, куда ничто нечистое, преданной мездости и лжи не войдет, Писание говорит, очистим себя. Значит, должно быть желание человека и действие, какое-то движение со стороны человека и участие Бога. Когда это совместно достигается, и достигается чистое сердце. А если мы будем молиться «Сердце чистое сотворивание Божие», а сам-то я и не хочу ничего в этом плане делать, и не собираюсь себя вникать, кого-то чистить я не против, а себя нет. Господь не совершит, друзья. Очистим себя. Господи, я желаю этого чистоты. А как очистим себя? А вот так вот, исповеданием грехов, проверяя свою жизнь, признание неправильных поступков, очистим себя покаянием. Или перед служителем, где-то перед церковью, где-то дети перед родителем, или наоборот, там, перед старшим и так далее. Много разных бывает вопросов и сторон. И тогда Господь посылает чистое сердце. Этим, друзья, достигается. Поэтому, если мы сегодня говорим об очищении, об освящении, о чистом сердце, то надо иметь эти два вопроса. И не просто молиться Богу, но и с нашей стороны должно быть движение Господу, чтобы достигнуть вот этого очищения. Теперь еще в очищении такая сторона. Мы прочитаем числа 12 глава. Числа 12 глава. Замариан. И сказал Аарон Моисею, Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Это грех Аарона и Марианы против Моисея, когда они за жену Филипплянку укоряли его. И Бог наказал Мариан. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, исцлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть она будет в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариан в заключении вне стана семь дней. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариан. Друзья, такая мысль в этом стихе, братья и сестры. По историческим данным, израильский народ, когда шел по пустыне, у них в исчислении, способных к войне, 20 лет и старше мужское население, было 600 тысяч. А вообще их где-то было полтора-два миллиона. И вот представьте себе, вот эта масса людей ждут одну женщину. Она всех затормозила, движения вперед нет. Пока она очистится семь дней вне стана, потом войдет. И написано, семь дней не отправлялись, ждали ее. Братья и сестры, кто-то, может быть, скажет, без меня обойдутся в этом служении. Может быть, в духовном росте всей церкви, всего народа Божьего, одно неочищенное сердце или сердце, обремененное теми или иными грехами, серьезным тормозом в духовном движении. Один вне стана находится, во грехах, и всю церковь тормозит. Почему? Потому что мы скреплены взаимоскрепляющими связями. И эти связи делают некую общность, единство создают. Все мы это понимаем, не все. Насколько глубокие эти связи, тоже бывает трудно иногда рассмотреть. Но Господь церковь формировал именно с такими связями, взаимоскрепляющими. Посредством этих связей, вот, кто-то может серьезно тормозить церковь. Вот представьте, в автобусе едет человек 50. Если водитель притормозил, и эти 50 человек, вместе с ним находясь, они притормозят. Потому что они вместе все находятся. Он ускорил, и все ускоряются. Поэтому Марианн завержала полтора миллиона, так скажем, или много-много людей, народ Божий, вот, пока не очистилось. Очищение вернулось, очистилось, и пошло дальше движение. Вот это к тому, чтобы никто не чувствовал себя вне очищения. Вот, но каждый мог проверить искренне свое состояние. В этой же книге чисел мы еще находим такое место. Это 11 глава. Здесь произошел ропот. Народ Божий попросил мяса. Мы видим, был гнев Господень. Я не останавливаюсь подробно на этом примере. Но хочется видеть результат, что Господь народ Божий серьезно поразил за его ропот. Вот, хотя Господь им все необходимое для жизни дал. И вот, когда это поражение было остановлено, здесь мы читаем, и нарекли место, и нарекли имя месту всему Киброд Готава, ибо там похоронили народ прихотливый. И здесь снос, как Киброд Готава, это гробы прихоти. Братья и сестры, что такое очищение? Это остановка в жизненном, духовном нашем пути. Остановка, чтобы мы хоронили. Хоронили греховные прихоти, гробы прихоти. Их надо нам самим приготовить. В израильском народе было много остановок. Их Бог останавливал. Для тех или иных целей. Вот в данном случае была остановка, имя которому было дано, гробы прихоти, Киброд Готава. Здесь похоронили народ прихотливый. В нашей жизни много могут сосредотачиваться прихоти греховных. И Бог останавливает, хорони. Хорони, очищайся. Дальше ты с ними не сможешь идти вперед. Они испортят тебе духовную жизнь. Бог хочет, чтобы человек был с чистым сердцем. Хочет, чтобы он духовно возвышался, возрастал. Поэтому Он будет останавливать. Хорони эти прихоти. Друзья, эти прихоти могут быть на наших книжных полках, в наших холодильниках, в наших гардеробах, в наших аудиокассетах и так далее. В разных сферах жизни прихоти. Греховные прихоти. То, что идет не от Бога. То, что не стимулирует духовный рост. И Господь остановил, и они похоронили. Вот такие остановки. Это тоже суть очищения, к которому мы должны быть готовы. Приходилось в своем служении встречать, братья и сестры, такие исповедания. Подходит душа, исповедуется. Выслушаешь эту душу и видишь, что это исповедание без сокрушения. Это исповедание можно так приравнить. Человек знакомит служителя со своими грехами, не больше. Он меня ознакомил. Другой служитель приедет, он другого ознакомит. Но он не расстанется с этими грехами. По нем не видно, что он намерен хоронить эти грехи. Он просто ознакомил. Садамляне тоже, в 3 главе Исаия читаем, о грехах своих рассказывают открыто, не стыдятся. И вообще сегодня почерк кумира, хвастаться грехами, говорить открыто. Но это не есть исповедание. Поэтому, если я подхожу, чтобы иметь чистое сердце, я не просто должен ознакомить кого-то с грехами, а у меня должна быть цель похоронить, избавиться от этих грехов, очиститься от них. Вот это вот и тогда будет блаженство чистого сердца. Как-то один служитель, священник посещал своих прихожан. Посетил он одну старицу. Она давно уже в собрание не ходила по некоторым причинам. Хотя, может, где-то и могла ходить. Он пришел и стал с ней беседовать. И в процессе беседы стал ей читать Слово Божие. И, читая Слово Божие, ей периодически спрашивается, «Вы согласны, сестра?» Она говорит, «Конечно, согласна». Ну, дальше беседует, опять Слово Божие прочитает. «Сестра, вы согласны с этим?» Она говорит, «Конечно, согласна». И так она в процессе подтверждает все, что говорит служитель. Потом он дошел до такого места, Римлянам 3 глава, 23 стих. Там написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». «Сестра, вы согласны с этим местом?» Она говорит, «Конечно, согласна». Он говорит, «Ну-то, докайтесь». Она как взъерошилась. «Кто вам что про меня сказал?» «Да я порядочная женщина. Почему я должна каяться?» «Ну, вы же сказали, что согласны». Такая мысль, братья и сестры. Бывает, мы не против в общем очищения. Надо нам. Мы молимся, просим. «Господи, очисти, освяти». В общем, согласны. Но когда лично нас касается, «Кто вам что про меня сказал?» Бывает такое, братья и сестры? Молчите, а я скажу, что бывает. Бывает. А надо не то, что про меня сказал, а надо каяться и проверять свое сердце. И там обязательно найдется, если мы тщательно будем проверять свое сердце, обязательно найдется, что принести Господу, от чего избавляться. Ещё одну мысль, на что обратить внимание. Книга «Бытие», 28 глава. Такое место читаем. За Исава, одного из сыновей Исаака. «Бытие», 28 глава, 8 стих. «И увидел Исав, что дочери Ханански неугодны Исааку, отцу его. И пошёл Исаак к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Нафаваифову, сверх других жен своих». Значит, Исаак, он не увидел, что его жены Хананьянки неугодны Богу. Он увидел, что они отцу неугодны. И он решил это дело поправить. Как он поправляет? А то мы там в Библии встречаем, что тяжело им жилось в общении с этими жёнами, с этими женщинами языческими. Что он делает? Он идёт в своё родство и берёт себе других жён. И написано «сверх своих». Братья и сёстры, некоторые и так понимают очищение. Вот плохо что-то делали, делали, делали. Потом сверх раз хорошее сделали, всё, очистились. Прикрыли старые грехи, хорошим прикрыли плохое. И считают, это очищение. Это не очищение. И у Исавы это не было очищение. Нужно было тех жён отпустить, а взять, допустим, своих. Вот это было почищение. А он сверх других, теперь своих взял. Коли эти отцу неугодны, давай я сверх возьму. Не сверх, а нужно вырвать старое и Господу обратиться. В книге Ездра, в 10 главе, мы подобное встречаем. Описание. 10 глава, книга Ездра. Там тоже, когда в израильском народе обнаружилось, что имеют жён на племёнах, там был такой призыв. Отпустите жён, покайтесь. Если даже эти жены родили детей, с детьми отпустите, и обратились. И народ Божий так и поступил. Это было очищением. Не сверх, друзья. Поэтому, если мы какой-то грех сделали, его нельзя ничем прикрывать. Его нужно исповедовать, убирать. Вот. Пред Господом исповедовать. Если надо перед человеком, перед служением, если надо перед церковью, смотря какой грех, а потом уже Господу плод покаяния. Друзья, а не сверх. И потом уже делать добрые дела, как и Господь нам предлагает. Очищение, друзья, бывает трудно даётся. Ну, хотя бы даже организационным процессом очищения кому-то будет трудно и ходить на собрания. Но это в этом усилие. Очистим себя. Господь призывает. И в этот поток войти. Если мы пожелаем блаженства чистого сердца, вкусим этого блаженства, ощутим его, нас будет влечь к этому в общение. Нам оно не будет в тягость. Где-то появятся препятствия. Они могут быть разного рода. Вот в одной церкви тоже было большое очищение. И объявили, богослужения будут каждый вечер. Кто-то представлял, муж неверующий, как каждый вечер быть? Как? Надо же, как мужу объяснить вообще, что каждый вечер собрания? А церковь большая. Это ни одна, ни две недели, и даже где-то и не три недели очищения. И вот сестра подошла к служителю. Брат, как мне быть? Муж неверующий. Он меня не пустит все дни. А я очень бы хотела быть на всех назиданиях и в церкви быть, на членских собраниях. Вот. Ну, брат говорит, давай, сестра, помолимся. Вот, помолились. Потом сестра подходит на следующий день, пришла на собрание. Вы знаете, говорит, я решила с мужем поговорить. А неудобно, как? Подошла к нему, осторожно так, намеками, подошла и говорю, вот мне надо будет в собрании и сегодня, и завтра. Он говорит, это еще что за собрание? Что это еще за собрание? И понедельник, и вторник. Вот. Она говорит, да, у нас очищение в церкви. Он, а, очищение? Иди, иди, тебе уже давно пора очиститься. Я вижу, как-то разболталось уже с ней. И, в общем, сам ее подтолкнул и направил. Вот так необычным путем и так Бог бывает направляет. А где-то бывает и препятствие. Но надо правильно вот объяснять и молиться. Поэтому, друзья, возникнут препятствия, наперед могу сказать. Вот. Разного рода препятствия, внутренние, внешние. Вот. Но Господь хочет, чтобы это очищение было в сердцах наших. Вот сейчас такое одно место прочитаю. 66 глава Исаии. 17 стих. Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит Господь. Бывает так. А я Господу сказал грех. Чего мне очищение? Я Господу сказал грех. А где ты это сказал? И при ком ты сказал? Некоторые ограничивают. Я приезжему служителю сказал. И когда там сказал, и кто, и никто этого не знает. Братья и сестры, с покаянием Иуда приходил. Но он ни к тому, ни туда пошел. Ни на то место он пошел. Не в рощах надо оскверненных очищаться. Как вот здесь. Эти все погибнут, когда они в рощах себя очищали, освящали. Они думают, что они очищаются, освящаются. Но Бог сказал, не на всяком месте он пребывает. Иуде надо было не к священникам идти, которые искали убить Иисуса, каяться, согрешил, я придав кровь невинную. Это не очищение. А вот в 17 главе Иеремии мы читаем прямо место. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения вашего. Нужно подойти к престолу славы, к престолу Божьему. А престол славы кому приготовлен, братья и сестры? Церкви. Церковь сядет на престоле, она будет судить. В церковь нужно идти. Нужно знать место освящения. Ну, я вскользь это просто мысль, хочу подчеркнуть, что место освящения нашего. И последнее, братья и сестры, что хотелось сказать, это Иеремия 6 глава 29 стих. Иеремия 6 глава 29 стих. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Бывает так, братья и сестры, очищение прошло, а кто-то не очистился. Плавильщик плавил, Господь чистил, Господь обличал, а кто-то вот сердце свое закрыл, не принимает. Может быть, внешне как-то себя показал, но сердцем он не принял. Друзья, получится так. Господь, ведь он по благодати действует. И окажется, что плавильщик плавил напрасно. Но напрасно не для церкви, а для той души, которая внутренне, сердце свое, не согласилась на очищение. Для него очищение останется напрасным. Не хотелось бы, чтобы так было. По практике очищения, скажу, друзья, те, которые внутренне сопротивлялись очищению, или как-то внешне высказывали неудовлетворение удовольствия, они, как правило, оказывались в грехах больше других. И приходилось даже к концу течения таких отлучать. Они больше всех, ну, как бы против, вот так вот были. Вот так как-то практика почему-то так показывает. Поэтому сохрани, Господь, чтобы Христос будет плавить и для кого-то окажется напрасным. Еще предупреждение, 49-й Псалон, по-моему, 21-й стих, там так написано. Ты это делал, и я молчал. И ты подумал, что я такой же, как и ты. Это Бог говорит. Но изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи. Грехи твои. Поэтому бывает, мы делаем что-то, а воздаяния нет. И очищение мне не нужно. И кажется, что, ну, Бог такой же, как и я. Ничего же, наказания нет в жизни. Я встречал таких людей. Говорят, если бы неправильно я делал, да меня Бог бы давно наказал. Да не наказывает Бог, ждет. Или так скажем, не всех сразу наказывает. И кажется, что Бог такой же, как и я. Нет, Он говорит, но изобличу тебя. Придет обличение серьезное, но может тогда быть поздно. Поэтому, дорогие братья и сестры, хотелось, чтобы мы еще сейчас помолились, чтобы попросить Господа благословения на это служение, очищение для вашей церкви и лично для каждого. Вот хотелось, чтобы так, может быть, в кратеньких молитвах конкретно помолимся Господу. Аминь.